Тольяттинский государственный университет, градообразующий вуз, научный центр Тольятти, 70% всех бюджетных мест высшего образования Автограда. Сегодня ТГУ абсолютный лидер в подготовке по техническим, общественно-гуманитарным и естественно-научным направлениям. Около 12 тысяч студентов всех форм обучения, более 100 докторов наук и профессоров, более 400 кандидатов наук и доцентов, уникальный кадровый потенциал университета и города. Кроме того, Тольяттинский государственный университет является одним из вузов России, в котором по распоряжению правительства Российской Федерации осталась военная кафедра и создан учебный военный центр. Военная подготовка студентов в городе Тольятти началась в 1962 году. При Ставропольском филиале Куйбышевского политехнического института был создан филиал военной кафедры, а после образования Тольяттинского политехнического института в 1966 году в его составе была создана военная кафедра. С 2001 года военная кафедра становится структурным подразделением Тольяттинского государственного университета. За годы своего существования военная кафедра подготовила более 17 тысяч офицеров запаса. 300 из них прошли службу на офицерских должностях в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. 68 человек принимали участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. 5 выпускников награждены правительственными наградами. В 2006 году в Тольяттинском государственном университете наряду с подготовкой офицеров запаса на военной кафедре началась подготовка офицеров для службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации в учебном военном центре. В 2011 году был произведен первый выпуск кадровых офицеров. 30 апреля 2010 года на базе учебного военного центра и военной кафедры был создан Институт военного обучения Тольяттинского государственного университета. В настоящее время Институт военного обучения ТГУ готовит специалистов наземной артиллерии. На военной кафедре по программе подготовки офицеров запаса по трем военно-учетным специальностям. Командиров взводов буксируемой, противотанковой и самоходной артиллерии. И по программе подготовки сержантов запаса по пяти военно-учетным специальностям. Командиров буксируемых, противотанковых и самоходных орудий, вычислителей и топогеодезистов. В учебном военном центре по программе подготовки офицеров для службы по контракту по двум военно-учетным специальностям. Командиров взводов буксируемой и самоходной артиллерии. Для качественной подготовки специалистов наземной артиллерии в Институте военного обучения имеется квалифицированный преподавательский состав и отвечающая современным требованиям учебно-материальная база. Обучают студентов профессиональные офицеры-артиллеристы. Две трети преподавательского состава являются ветеранами боевых действий и награждены правительственными наградами. Учебно-материальная база включает в себя учебный корпус, здание малого артиллерийского полигона, хранилище вооружения и военной техники, строевой плац, оборудованные места для проведения занятий по огневой подготовке, боевой работе самоходной и буксируемой артиллерии. Учебный корпус представляет собой современное здание, в котором располагаются классы изучения материальной части артиллерии с различными образцами артиллерийского вооружения. Классы тактической и тактико-специальной подготовки с макетами местности. Классы стрельбы и управления огнем с возможностью выполнения огневых задач на имитационных средствах. Классы общевоенной подготовки – два стрелковых тира, в том числе интерактивный. На малом артиллерийском полигоне студенты выполняют огневые задачи стрельбой с закрытых огневых позиций. На поле малого артиллерийского полигона установлены противотанковые орудия для имитации стрельбы прямой наводкой. В хранилище вооружения и военной техники расположены классы изучения материальной части самоходной артиллерии. Практические занятия на технике проводятся на электрифицированной площадке боевой работы. Институт военного обучения активно участвует в различных мероприятиях, направленных на военно-патриотическое, нравственное и духовное воспитание молодежи. Особое место в этом ряду занимают проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным датам нашей истории и прежде всего Дню Победы. Важнейшей составляющей военной подготовки являются учебные сборы и войсковые стажировки студентов в воинских частях вооруженных сил. В ходе их проведения будущие офицеры принимают военную присягу. С ними проводятся практические занятия на боевой технике, стрельбы из различных видов стрелкового оружия, боевые артиллерийские стрельбы. Абитуриенты, поступившие в учебный военный центр, зачисляются в Тольяттинский государственный университет на бюджетное место по специальности наземные транспортные технологические средства, автомобили и тракторы. Обучение проходит в течение пяти лет. Выпускники УВЦ получают диплом о высшем образовании с присвоением квалификации инженер и им присваивается воинское звание лейтенант. Абитуриенты, поступающие в учебный военный центр, оформляют в военном комиссариате по месту воинского учета личное дело кандидата и получают направление для поступления по целевому приему ВВЦ при ТГУ. Представляют в приемную комиссию ТГУ личное дело кандидата, направления, выданные военным комиссариатом и результаты ЕГЭ по физике, математике и русскому языку. Проходят проверку физической подготовленности по нормативам, установленным для граждан, поступающих в высшие военно-учебные заведения. По окончании учебного военного центра государство гарантирует Трудоустройство по военной специальности и получение стабильного денежного содержания. Получение социальных гарантий, преимуществ и компенсаций, предоставляемых военнослужащим. Решение жилищного вопроса через систему государственного ипотечного кредитования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова